В этом году отечественная медицина столкнулась с серьезным вызовом взрывной коронавирусной пандемией. Не все больницы были оснащены современным оборудованием и из-за этого не могли оказывать своевременную помощь. Особенно такая нехватка техники ощущается в районных ЦРБ. Сами они себе купить дорогостоящее оборудование не часто могут. Чтобы в будущем каждый житель в глубинке смог вовремя получить качественную медицинскую помощь, в медучреждения сейчас приходит новое и современное оборудование. Так, например, в Дивеевскую центральную районную больницу уже завезли часть нового медицинского оборудования. На закупку с федерального и областного бюджетов потратили 13 миллионов рублей. Такое оборудование поступает не очень часто, причем больница достаточно проблематична небольшим больницам купить такую аппаратуру за свои деньги. Поэтому, конечно, если не у нас проект, то было бы, конечно, очень тяжело. Поставка оборудования свыше 13 миллионов и около свыше 15 миллионов – это общая подставка, включая ремонт и обеспечение благоприятных условий пребывания пациентов. Основные траты пришлись на закупку и установку цифрового рентгенографического аппарата. Это обошлось в 11 миллионов рублей. Также в больнице установили щелевую лампу «Зенит-ЛС-01» для автолемологических процедур и новый портативный ультразвуковой аппарат экспертного класса. Как говорят сами врачи, это оборудование позволяет проводить УЗИ не только брюшной полости, но и мозга. Аппарат полностью переносной, экспертного класса, позволяет производить транскраниальные исследования, исследования сосудов, ультразвуковых, потом стандартные исследования брюшной полости, малого таза и акушерские исследования. В рамках нацпроекта в больницу до конца этого года также поступят тонометр и 12-канальный электрокардиограф с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах. В этом году, несмотря на все проблемы, будет закуплено около 350 единиц оборудования по трем направлениям национального проекта. Это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помним, что это, наверное, самая основная причина смертности всегда была в регионе. Это онкологическое направление и детское здравоохранение. Всего по нацпроекту оборудование получит 36 организаций. Из них как раз подавляющее большинство, около 25 точнее, это как раз организации, которые работают по детскому профилю. В этом году по нацпроекту здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджета планируется приобрести для медучреждений региона 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, 8 лор-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудование для лабораторной диагностики и реабилитации. Артемий Котков, Алексей Завелов. Время новостей.